К другим темам. Сезон четвероногих беспризорников продолжается. Волонтеры организации «Подари мне жизнь» бьют тревогу. С каждым днем в питомнике появляются все новые собаки и кошки, которых новоуренгойцы, уезжая в отпуск, просто выбрасывают на улицу. Хотя оформление проездных документов на четвероногих любимцев много времени не занимает. Как бороться с черствостью горожан, а также с бесконтрольным ростом числа лохматых бродяг, узнавала Юлия Кролова. Когда-то они дарили тепло и ласку. Собрав чемоданы, хозяева вспоминают, что билет нужен еще и питомцу. Спохватившись в последний момент, оформить ветеринарное свидетельство нерадивые владельцы кошек и собак не всегда успевают. А без такого документа транспортировка животного запрещена. Становясь обузой, любимцы отправляются жить в подъезды и на улицу. Хотя оформление соответствующих справок много времени не занимает. Буквально 10 минут занимает это время. Единственное, что необходимо подготовиться для того, чтобы был этот документ, необходима прививка против бешенства. Она действительно в течение года, не менее месяца должно пройти после вакцинации, не более года. На помощь бездомным животным приходят волонтеры организации «Подари мне жизнь». Сейчас в приюте более 160 кошек и 10 собак. Чтобы избежать бесконтрольного размножения, временных постояльцев стерилизуют и чипируют. В тесных клетках каждый день животные ждут новых хозяев, которые будут о них заботиться. Летом, конечно, это такой более спокойный сезон, поэтому нам приходится устраивать всевозможные акции в хорошую погоду, выходные дни. Мы выходим либо в парк дружбы, либо на площадь, чтобы познакомить горожан с некоторыми из наших подопечных. И глядя им в глаза, действительно больше шансов у котиков устроиться, найти себе дом. Мест и средств содержать животных практически нет. В некоторых клетках ютятся по две кошки. Существует приют за счет пожертвований горожан. На счету каждая копейка. Впрочем, находятся и те, кто пытается наживаться на несчастье животных. Под видом волонтеров они ходят по квартирам, собирают и присваивают деньги. Настоящие ящики для сбора пожертвований находятся в ветеринарных клиниках и зоомагазинах. Кроме того, деньги и коры можно передавать непосредственно сотрудникам приюта. Подробную информацию о том, что необходимо питомцам, можно узнать в социальных сетях. Продолжение следует...